Вы знаете, что мы уже говорили с вами сегодня, что вот перзон, эта открытость, эта свобода, она человеку дается от рождения. А вот что-то с ней сделать, с этой свободой, как-то ее реализовать, для этого нужна уже не просто перзон, для этого человеку нужна личность, или я, сильное я. Слышите, да? Вот что такое сильное я? Это такой функциональный орган, который появляется не сразу, он развивается, происходит становление личности, то есть укрепление я, по мере того, как человек живет и решает проблемы. И функции этого «я» очень простые. «Я» нужно для того, чтобы защитить то, что я считаю ценностью. Вот это нежное, мягкое, важное для меня, это как мешок с нежностью человека. Там не только другие люди, там и я сам, например, мое свободное время, или мой покой, да? Все вот, что я люблю, моя жареная картошка, любимая музыка, чистота в доме, благополучие ребенка. Вот этот мешок, он у каждого человека разный, двух одинаковых людей нет. И люди отличаются тем, что они любят, и что они не любят. Вот, знаете, вот у Высоцкого есть песня «Я не люблю», и дальше она рассказывает. Это фактически автопортрет, да? Он рассказывает, «Я» – это тот, кто не любит. И вот потому, что человек любит, и что человек не любит, можно ведь про него все понять. Правильно? Другое дело, что не каждый может дать отчет об этом. И на самом деле это очень важно вам самим понять, да? А что у меня там в этом мешке? Не навсегда, вот на сегодня, вот сейчас не столько-то лет, я вот в таком периоде в моей жизни. Раньше он был другим, а вот сейчас. Но этот мешок, там же все нежное, там все такое уязвимое. Почему уязвимое? Потому что, именно потому что я что-то люблю, меня можно ранить. Понятно, да? Вот, например, не сказать «ты дура», да? Сказать там «Пушкин отстойка». Учителю русского языка. Учителю русского языка достаточно сказать «Пушкин отстой», и это будет очень большое ранение. Ну, я не знаю, каждому из нас можно сказать, есть пару ключиков, они не знают, как проверить нас на прошлость, да? В нашей толерантности. И, например, можно просто даже снять юбку и ходить в пленнице. И обидеть учителя. Или, например, проколоть язык. На себе, не тебе, себе проколоть язык. Ты сейчас, ты скажешь, давай в одну. Это очень большая... Вот, понимаете, что-то такое. Тут, конечно, мы в этом самом... В этом мешке там много чего. Там культурные традиции. Исторические. В наше время не прокалывали язык. Мы видели проколтые языки только на мазохистах. «Деточка моя, что ж ты наделал?» И вот начинается, да? Я человек неизбеленный. Им. Если я что-то люблю, я могу быть больно ранен. Во-первых, предмет любви может меня предать или исчезнуть. А во-вторых, кто-то может про него что-то плохое сказать и начинать на него нападать. Поэтому любить рискованно. Это вот тема для второй мотивации простая. Любить страшно. Можешь потерять. Можешь оказаться несвободным. А на третьей мотивации мы говорим, чтобы человек мог себе позволить любить, им нужно сильное «Я». Потому что «Я» это тот орган, который охраняет границы собственного. То есть защищает этот мешок с нежностями, который я... Слышите, да? Не только попробуй сейчас. На что это надо делать? Я тебя обвечу, используя методику, которую нам давали нахуй. И ты не придерешься. И я защищу собственное. Вот этот мешок — это и есть «Я». Это моя самость. Или «селф», как говорят. Самость «Я». Я — то, которое любит. А то, которое рефлексивно защищает, выносит суждения, выносит оценки себе и другим людям, формулирует приговоры, принимает решения, занимает позицию. Это «Я» — очень важный орган. Оно не дано от рождения. От рождения дана только открытая перзона, которая может быть затронута. А вот «Я» — формируется. И вот для того, чтобы «Я» — ребенка начало формироваться, ему обязательно нужно «Ты». Вот «Ты» — не он, а «Ты». «Ты» — это «Я» взрослого, который ребенка любит. Любит? Не обязательно нежной материнской любви. Он может его просто ценить, как растущее «Я», да? Вот как признавать ценность этого «Я». Поэтому Нивши говорил, «Ты старше, чем «Я». Чтобы «Я» сформировалась, тот другой участник диалога должен быть взрослее. В смысле его «Я» должно быть более крепким, более сильным, решившим больше сложных проблем в жизни. Понятно? А вот те родители, которые выглядят как взрослые, а на самом деле ведут себя, как обиженные дети, только на видом 40 лет, как они ведут себя на равных или учителях, со своим собственным ребенком тягаться на равных. Этому 5 лет он обиженный, и папе тоже 5 лет он обиженный, да? Вот таких родителей Адлер называл «свинский родитель». Потому что «Я» таких родителей только приводит ребенка в заблуждение. Его растущее «Я» приходит к более сильному, а получает образцы инфантильного приведения. Понимаете? И тогда «Я» ребенка перестает расти. Значит, для того, чтобы росло «Я», нужен диалог с более взрослым. И этот диалог должен быть уважительным. И взрослый должен быть на стороне ребенка. И это проявляется в том, что взрослый должен уметь критиковать ребенка. В том числе не только хвалить, но и хвалить. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова